Ребята, всем здорово! Сегодня мы с вами будем разбираться с новинкой, хитом и отличным смартфоном Xiaomi Redmi Note 3. Много вышло уже обзоров, большие обзоры, красивые обзоры, информативные обзоры, но я все-таки сделаю от себя для тех людей, которые ждут моего мнения и, собственно, сомневаются покупать этот смартфон или нет. Давайте начинать. Этот смартфон мне приехал с магазина Geekbuying. Он у меня на... существует много различных версий, на 2 гигабайта оперативки, на 3 гигабайта разные флеш-накопители. У меня, собственно, сегодня версия на 3 гигабайта оперативной памяти и на 32 гигабайта флеш-накопитель. Кстати, если вы хотите получить смартфон Umi ROM абсолютно бесплатно, магазин Geekbuying разыгрывает. Ссылка будет в описании. Переходите, участвуйте и пусть мои подписчики, один из моих подписчиков, получит смартфон бесплатно. Бесплатно, условия простые. Ссылка будет в описании. Знаете, при выборе, где купить смартфон, очень часто ты ищешь самую низкую цену. Xiaomi Note 3 немножко другая проблема, потому что некоторые магазины продают смартфоны с двумя только языками. То есть вы покупаете смартфон, он вам приезжает, а вы включаете этот прекрасный аппарат и видите, что у вас выбор только английский или китайский. И на этом, собственно, радость заканчивается. Многие говорят, да есть же прошивка, можно перепрошить. Но многие люди даже не понимают, как это делается и расстраиваются. По ссылке в описании, именно в магазине Geekbuying, этот смартфон уже идет с русским языком и со всеми установленными сервисами, которые вам нужны будут в жизни. Ну, таким, как, например, Play Market. Ну что, давайте перейдем к нашему смартфончику, разберемся, я вам все подробно расскажу, что это за аппарат. Когда я увидел коробку, я немножко расстроился. Все-таки много было рекламы, все ждали этот смартфон. Но по коробке видно, как, знаете, такой бюджетненький, простой, и, в принципе, ничем не отличается от, например, смартфона за 60 долларов. Но, знаете, на самом деле смартфон из себя представляет немного больше, чем можно сказать о коробке. Давайте начинать. Смартфон ценовая категория. Сегодня вот этот вот смартфон стоит 220 долларов, завтра 215, послезавтра 190. Есть различные версии. Я его назову так. Смартфон ценовой категории 200 долларов. Что мы можем получить за 200 долларов? Ну, давайте я его просто так включу, чтобы не была просто картинка, я здесь вам не просто рассказывал какую-то информацию. Скажу свои простые впечатления об этом смартфоне, эмоции, которые я получил. Смартфон отличный, ребят, отличный. И во время теста я все ждал, когда же где-то получится какой-то глюк. В принципе, я этого не ждал, потому что мне смартфон очень понравился. И не хотел расстраиваться, чтобы, знаете, как ты тестируешь смартфон, и потом в конце бах, и что-то навернулось. И ты такой, да елки-палки, вы что ж не могли-то это делать? С этим смартфоном так не произошло. Давайте разберусь с внешним видом. Расскажу вам про все. В конце сделаем вывод. Покупать этот смартфон или нет? После этого ролика вы будете на 100% сдать, подходит вам этот смартфон или нет. Внешний вид у нас 5,5 дюймов. Металлический смартфон. Проработали все. Очень удобно держать в руке кнопки, расположенные очень удобно. Когда вы взяли, сразу здесь у вас есть кнопка разблокировки, качелька громкости. У нас два микрофона, стереозвук. Сверху, снизу, microUSB. И, конечно же, на задней крышечке вы видите Touch ID. Пальчик приложили, смартфон разблокировался. И вот это вот еще для вас, может, непонятная для кого-то штучка. Это инфокрасный порт для тех людей, у которых, для комментаторов, диванных комментаторов. Это очень полезная штука, потому что с помощью этого можно управлять вашим телевизором. Это не новинка, но это здесь есть. Приложение уже установлено. Вы просто подключаете свой телек и сидите, клацаете каналы. В принципе, по внешнему больше ничего такого нет. Ну, кроме того, что у нас, как понимаете, крышка несъемная. Батарейка у нас здесь 4000 мА. Ого, скажете вы. Но, подождите, подождите, характеристики жрут у нас по полной программе. Есть у нас вот такой вот слот, куда можно вставить две сим-карточки. Да, только две сим-карточки. Карточку, к сожалению, нельзя вставить. Предлагаю начинать с того, как же работает, собственно, вот эта вот штука. Очень мне понравился тем, что сделали... Я вам сейчас покажу, что. Обычно на смартфонах, когда установлен сканер отпечатка пальца, смартфон нужно разблокировать, то есть нажать на кнопочку, и потом уже подставить палец. Что сделали Xiaomi здесь? Смотрите, я заблокировал смартфон, я ничего не нажимаю, я просто поставляю палец, хоп, и разблокировался. Заблокировал, хоп, и разблокировал, заблокировал, хоп, и разблокировал. Сканер отпечатка пальцев работает супер просто. Просто красавчики сделали так, как нужно, чтобы это не просто была фишка, а чтобы этой фишкой можно было и пользоваться. Разблокирует все четко. Я вам могу показывать до бесконечности. Работает очень быстро, и мне в очередной раз... Кстати, на задней крышке, когда особо не нравится, мне здесь понравилось, как все работает. Мы разблокировали смартфон, получаем у нас очень приличную картинку. У нас Full HD разрешение. Почему я сказал по батарейке, что не спешите радоваться за 4000 мА? Все-таки Full HD у нас, и, в принципе, по характеристикам тоже заряженный смартфон. Давайте начнем, наверное, с тестов, чтобы вы понимали, что у меня вообще в руке. Может, кто-то не знает. Набирает 51 529 баллов. В Antutu версии 6 это не очень большой результат. Если мы посмотрим по рейтингу, то наш смартфон занимает не очень лидерские позиции. На 13-м месте и уступает многим топовым смартфонам. Но, знаете, этот смартфон в очередной раз показал, что не нужно переплачивать за бренд. Даже, насколько Xiaomi бренд уже известный, и какие-то деньги они закидывают за то, что вы используете. Используете вот эти вот Mi, 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 но при этом вы получаете действительно заряженный смартфон. По информации Xiaomi Redmi Note 3, Android 5.02, процессор 6795, видеоскоритель G6200, Full HD разрешение, задняя камера 13 мегапикселей. Покажу, как снимает. 3 гигабайта оперативной памяти. Это у меня версия. Есть версия на 2 гигабайта оперативной памяти. Но, я вам скажу по личному опыту, цена не очень сильно отличается. Вот, например, у меня версия на 32 еще флеш-накопитель. То есть, если вы, конечно, хотите получить этот смартфон и у вас бюджет ограничен, тогда да. Если есть куда подвинуться, берите на 3 гигабайта, берите на 32 минимум флеш-накопитель. Будете кайфовать. Процессор у нас 8-ядерный, работает почти на частоте 2 ГГц, при этом выдает, конечно, как понимаете, целый запас. По дисплею, мультитач даже не буду показывать. Понятно, что он здесь на 10 касаний. GPS работает отлично. NanoMark выдает нам тоже достаточно нормальные результаты. 59,7 кадров, Full HD. Как видите, все сходится, все окей. Давайте разберемся со звуком. Звук мне напомнил те динамики, то качество, которое когда-то выдавали Sony Ericsson. Это не очень громкий такой звук, но именно в Xiaomi сделали его погромче. Но качество, качество идет. Наработка все-таки не чтобы смартфон просто орал, и вы не понимали, какая у вас мелодия играет. То ли это Meladze, то ли это... Я не знаю, еще там кто-то, что первое в голову зашло. Вот, качество отличное. В наушниках тоже хорошо все это проигрывается. В принципе, к звуку никаких претензий. По камере. Давайте разберемся с камерами. Я вам включу сейчас, как снимает задняя камера, потому что есть на что посмотреть. В принципе, смотрите. Показываю. Предлагаю затестить камеру. Как слышно, звук просто на высшем уровне. Ну и в принципе, камера должна неплохо снимать. Давайте, может, по съемочку возьмем вот так вот. Снимает в 30 кадров. Многие хотели бы видеть уже 60 кадров в Full HD. Ну, то, что имеем, имеем. Так сказать, есть куда расти. Но камера уже достойна внимания. И на нее действительно можно уже снимать неплохие кадры своей жизни. Ну, вот так это все выглядит. Вот так вот в макросъемочке поближе. Ну, камера достойная. Может, некоторых эта камера не впечатлит. Все-таки видео немножко пережато, передавлено. YouTube, программы и так далее. Но в оригинале, поверьте, за 200 долларов стоимости этого смартфона получается неплохая картинка. Передняя камера. Изначально я думал, что я хотел, в принципе, показать вам, как снимает передняя камера. Потому что возникла мысль, а вдруг кто-то хочет стать видеоблогером и хочет купить этот смартфон, чтобы снимать на фронталочку. Но, ребята, решил не показывать, потому что качество не выдающееся. Звук пишет шикарный. Но та картинка, которую вы будете видеть, поверьте, вам не захочется ее загрузить на YouTube. То есть, со фронталкой можно еще, конечно, поработать, немножко увеличить. И тогда будет все круто. По производительности. Asphalt 8 на максимальных настройках. Даже показывать вам не буду, нет смысла. Играется все идеально. По производительности у этого смартфона запас, ну, на ближайший год точно. Батарейка на 4000 мА. Вернемся к ней. Что вы можете с нее получить? Полноценный день. Полноценный день, работая на этом смартфоне, вам хватит этих 4000 мА. Для тех, кто хочет растянуть, можно растянуть и на 2 дня. Но для этого смартфона меньше батарейку нельзя. При этом, сохранились, как видите, пропорции. Он тоненький, удобно лежит в руке. Он полностью металлический. Только две вставочки у нас пластиковые, чтобы у нас хотя бы эта связь ловила. Потому что это все-таки не центр развлечения, а с него еще можно звонить и смс-ки отправлять. В принципе, ребят, очень-очень-очень крутой смартфон. До конца, до конца я искал какие-то косяки. У меня, видите, прошивка с русским языком, поэтому не пришлось ни вот это не подключать, ничего не перепрошивать. Я-то могу, но многие не могут. И теперь давайте сделаем заключение по этому смартфону. Если у вас есть 200 долларов, вот, давайте от 190, там начинается 180 даже с копейками на 2 гигабайта оперативки в 16 флеш-накопитель. Вы выбираете себе смартфон и увидели вот это вот чудо. И думаете, брать или не брать. Мой вам совет, берите. Вы действительно не пожалеете и будете кайфовать. Знаете, я очень рад за вот эту вот компанию, которая производит вот эти смартфоны. Я понимаю, что есть куда еще расти, потому что маленькие недостатки. Хочется и камеры получше, и там что-то получше, и там добавить, и там убрать. Вот, есть куда расти. И мне действительно приятно, что я тестирую китайские смартфоны. Потому что вижу вот это вот развитие, вижу, насколько они вкладывают душу и заботятся о нас, чтобы мы действительно получили крутой аппарат. Поэтому Xiaomi Redmi Note 3 протестирован. Впечатлил. Реально крутая штука. Сам бы с таким ходил бы, если бы у меня было бы 200 долларов в кармане. Я бы выбирал смартфон. Я бы взял вот этот вот, и я говорю, я бы не пожалел. Потому что за все время тестирования, ну, ну, нигде намеков нет, что, ну, ну, что-то не так, что-то не так. Действительно рекомендую. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ссылка на этот смартфон будет в описании. С русской уже прошивкой и с тем все, что нужно. Там же будет конкурс, где вы можете получить на халяву у Миром смартфон. В принципе, все, ребята. До новых встреч. Ставьте лайки, огромные лайки, чтобы те, кто сомневались, нашли этот видеообзор. Вы посмотрели и поняли, что этот аппарат можно брать. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok